ну что ж всем доброе утро у нас сегодня ранний такой эфир и у нас сегодня ультра важная и очень интересная тема почему потому что наш эфир будет совместным и проведем его совместно с психологом ингаром зайцом это практикующий специалист и на самом деле на самом деле тему которую мы будем рассматривать она актуальна на все времена и наверное да не наверное точно на самом деле является одной из самых важных как профилактики так и в лечении всех заболеваний которые любых любых заболеваний и понимания психологических процессов понимание психологических процессов сейчас мы дождемся ингара в развитии той или иной патологии той или иной проблемы она является крайне крайне важным элементом в лечении любых заболеваний то есть ведь не зря крылатая фраза все болезни от нервов она актуальна на все времена и всегда была актуальной и безусловно вопроса психологического здоровья или скорее правильного психологического отношения к любым проблемам имеет крайне важное значение в эффективности их решения поэтому я с нетерпением жду когда эдгар к нам присоединится для того чтобы мы начали обсуждение данного вопроса обсуждение вопросов психосоматики и так пока ингар к нам присоединяется я обозначу тему эфира а а а Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, отправил приглашение Ингару. С трудом разобрался в Инстаграме. В прямом эфире, несмотря на то, что... Активно вроде бы использует соцсеть. Но тем не менее, время не позволяет мне подробно разобраться. Все уже каждый раз, как в первый раз получается. Кстати, вы меня хоть слышите? Так, ну что у нас с Ингаром? Ждем, ждем, ждем. Так, вы уже у меня собрались, молодцы. Слышно хорошо, спасибо. Это классно. Хотя об этом я научился уже в Инстаграме. А, кстати... О, есть, ладно. Поговорим о моих вопросах в следующий раз. Поехали. Ура. Ждем. О, Эсгар, доброе утро. Здравствуй, добрый человек, Андрей. Здорово, что удалось тебя присоединить. Все же, вот мы так, видимо, с тобой, такие пользователи Инстаграм активные, что... Ты знаешь, каким бы ты пользователем не был, у него своя голова. Это точно. Это точно. Тем более, с учетом того, все же, что наша профессиональная деятельность, она лежит несколько в стороне, все же, от социальных сетей. Поэтому разобраться в них, это всегда целая проблема. Мы настолько сконцентрированы на своих профессиональных компетенциях, что, безусловно, не хватает времени на, конечно, соцсети. И это хорошо, правда ведь? С одной стороны, да. С другой стороны, нужно быть объемлющим. А это значит, есть куда расти, Эсгар. Просто понимаешь, какая есть штука интересная. Вот это так, правда, очень интересно. Мне недавно звонит мой друг. Примерно моего же возраста. Ему 54 года. У него есть тоже ребенок, зятек мой, так я называю. Мы с семьями дружим, и дети наши дружат. И вот, что умудрился сделать четырехлетний зятек? Он взял у него телефон. Только подумай, 4 года. Взял телефон на его аватарке в гугле. То есть, понимаешь, в подписной штуке, которая в телефоне. То есть, как она называется, учетная карточка. Да, 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 я понял. Он умудрился поменять фотографии. Туда без пароля не зайдешь. Ясно. Но самое главное, он еще умудрился к этой фотографии привязать все карты. Он начинает платить, а ему говорят, а на фотографии они ваши. Насколько дети, вот это делают намного, ну, то есть до такой степени быстро. И вот, ты знаешь, они совершенно другие. Они, правда, совершенно другие. Они наши учителя в этом мире. Потому что так, как делают они, нам, ну, динозаврам, можно сказать. Да, это, я компьютеру-то научился реально, когда вот, ну, лет 10 назад, 15, да, чтобы так, более-менее пользовательски им пользоваться. Ну, так у меня всегда было 2-3 секретарши, которые этим занимались, мне не до компьютера было сидеть. Времени на это. Нет, потрясающе, да. Конечно, феномен потрясающий, да, когда дети действуют, по сути, на уровне подсознательном таком. Вот они на интуиции это делают. Он же не понимает. Это потрясающе. Ну, как взломать пароль, вот как вот. Вот представляешь, я сейчас захожу к тебе на аккаунт, да, меняю твою учебную карточку, меняю на ней пароль. Да, да. И ставлю туда свою фотографию. У меня даже мысли нет такого, что такое возможно сделать. Это точно, это точно. Ну, что ж, Эдгар, давай немножечко переходить к тематике нашей, да. Вот у нас уже все гости собрались, очень активная аудитория у нас. Они будут активно задавать вопросы. Ну, и вообще, как я уже сказал, что тема просто на все времена. Откровенно говоря, то есть вопросы психосоматики, мне кажется, даже не то, что на все времена, мне кажется, они как бы, то есть она вообще архиважная, эта тема. Почему? Потому что мне кажется, что каждый человек в своей жизни столкнулся с психосоматикой в развитии тех или иных болезней, в появлении тех или иных болезней. Причем здесь я вижу два феномена. Первое, человек не знает, что он с этим столкнулся. Да, на самом деле он с этим столкнулся. Второе, он видит, как его друзья, родственники, дети с этим сталкиваются. Поэтому вот давай так, немножечко вот несколько слов о себе, Эдгар, и перейдем прямо вот в лоб. Что такое психосоматика? Давай. Для начала, да, то есть я Эдгар Зайцев, психолог. Магистр в психологии и педагогике, магистр в социальной педагогике, то есть я, скажем так, университетские мои дипломы, да, плюс я клинический психолог Федерального медико-биологического центра Бурнезяна, вы знаете, да, это, ну, для тех, кто не знает, что это такое, это третье здравоуправление, да, то есть это атомные лодки, атомные электростанции, все, что связано с атомом и санкционкозаболеванием. Доченька, вот звезда моя пришла. Сейчас. Скажи, дяде, привет. Привет. Привет, привет. Я, я хотела, чтобы ты мне польза. Попроси, пожалуйста, у мамы. Хорошо, доченька, я не смогу сейчас. Я уже в педагогике. Молодец. Две педагогики уже в первости. Ну, мне дымятся, я очень интересно. Да. И, то есть, там задача, как раз, онкозаболевание. И Федеральная медицинская академия при управе делами президентов, тоже клиническая психология, это вот уже больше ГОЧСные моменты и прочее, 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 прочее. То есть, клиническая психология, она, как правило, как раз и ее задача – работать с психосоматическими моментами. И все-таки, что ж такое психосоматика? Как говорил доктор Хаммер, да, это, наверное, единственный врач, который именно врач, который именно разобрал всю психосоматическую деятельность и разложил все психосоматические аспекты и разложил их в методику. Это называется новая немецкая медицина, так называемая. И он, за что его, естественно, распяли на кресте, как положено, да, то есть по полной программе. Ну, а тем не менее, сейчас все этим уже клинические психологи пользуются, очень много интересных школ пооткрывались. Мои, скажем так, сокурсники даже, когда мы вместе учились, вот с Мишей Пиляевым, да, удивительный парень, он прям, правда, удивительный, он такие чудеса вытворяет и делает, ну, на уровне очень таком серьезном, да, он уже учит психологов в психосоматике. То есть это школа ПСИ-2.0, и, ну, я бы не, то есть, как бы, моя задача немножко другая, я практикующий психолог, моя задача просто вот человеку показать, где ему больно, почему ему больно и что с ним случилось. И на сегодняшний день, на сегодняшний день, вот то, что сказал доктор Хаммер, что любая болезнь, любая болезнь, от насморка до рака, это психосоматика. Любая болезнь, венерическая болезнь, вирусы, все это психосоматические элементы. Почему? Потому что тело, тело это биомашина, это биологический продукт. И тело это саморегулирующая машина и самоисцеляющая машина. Ну, если грубо сказать, слово машина, биомашина, да? И мы думаем, что мы им управляем, но это большая ошибка. Очень большая ошибка. Потому что если человек думает, что он хозяин своего тела, это, ну, это глубокое заблуждение. Объясню, почему. Ты же не знаешь, Андрей, как ты волосы вырастил свои, да? Не, не знаю. И только крови сегодня ты прокачал, ну, сердце прокачало, тоже не знаю. Тоже не знаю. Да, ты же врач, ты прекрасно понимаешь, да, что есть бета-кортикальная система, которая управляет всем, ну, всем, в принципе. И эта бета-кортикальная система, это саморегулирующая и самоисцеляющаяся машина. Да. И, а все, что касается именно болезней, это так называемые грехи. Ну, так если грубо говорить, да, то, что языком религии сказать, да? А если языком психологии, это ошибка. Потому что что такое грех, по сути своей, эскатологически взять? Это ошибка. Ну, допустим, есть такое слово погрешность. То есть метил в десятку, попал в восьмерку. И вот расстояние между десяткой и восьмеркой называется погрешность. Да? Ошибка. О-шиб-ко. То есть быстро. Человек быстро выстраивает себе иллюзии своего проживания. Именно идеализацию. А идеализацию он выстраивает только из того, что он постоянно должен. Он должен быть хорошим. Как Иисус говорил, и прости нам долги наши, якоже и мы прощаем должников наших. То есть человек в системе выживания всегда хочет, его главная задача – быть хорошим, чтобы его любили. Человек всегда в поиске любви. А поиск любви – это поиск жизни. И когда человек находится в поиске своей жизни, то самый удивительный момент – в этот момент он уже живет. Понимаешь, да? То есть ты живешь и ищешь свою жизнь. Придумывая себе какие-то планки, придумывая себе какую-то идеализацию, а вот как… Прости, бежал прям быстро. И это придумывание, так сказать, этой идеализации начинается со слов «а вот когда?». А вот когда там у женщин будет грудь шестого размера, да? А вот когда у меня будет миллион долларов, а вот когда у меня будет вот это, вот тогда-то я, да. А сейчас-то я… Мне нужно это все. И когда включается слово «мне это нужно», человек начинает ставить себе цели. И мотивировать себя на это нужно. А когда человек ставит цели себе, начинает ставить цели, что человек делает с целью? Вот как раз вот здесь вот и включается та самая ошибка, тот самый грех. Потому что человек каждый раз, когда произносит какие-то слова, он молится для того, чтобы открыть какой-то определенный опыт своего проживания. А когда человек ставит цель, какие опыты у Бога он просит? Как ты думаешь? Что просит у Бога? Да, когда ставит цель. Не знаю, удачи. Добиваться. Бороться. Стремиться. Цели еще достигают. Стегать себя. Господи, ну можно я себя подобиваю? Он говорит, на любимый, добивай на здоровье. Это к деньгам, к цели никакого отношения не имеет. Это вообще ни к чему не имеет отношения. Это имеет отношение только к опыту своего проживания. И человек просит опыт этого проживания. И он его получает по полной программе, потому что ибо по вере вашей вам дано будет. И всегда с человеком происходит только по его вере. Если он верит, что ему нужна нужда, и он хочет добить себя. Добивай себя, любимый. Это же твой выбор. Иисус хорошо сказал по этому поводу, как такое богатство живет в такой бедности. Потому что и здесь, когда человек добивает себя, естественно, ему становится больно на уровне обид. То есть он постоянно обижается, что он не может достичь этой самой планки, которую он себе поставил в идеализации. И для него мир становится ограниченным. И человек начинает жадничать. А прежде всего, на кого он начинает жадничать? Первому, кому он начинает жадничать? Себе. Себе. Конечно же себе. И как только он начинает жадничать, происходит второй феномен, удивительнейший феномен. Человек начинает оскорблять богатство. путем зависти богатые никакие богатые да какие они хорошие конечно сейчас андрей богатый в душе да а так на деле тогда почему ты не богат почему ты не хороший вот так включается стыд быть без бедным потому что мне видно я не богат то есть когда ты начинаешь говорить что богатые твари сволочи и предатели злые да ты начинаешь оскорблять богат а если ты начинаешь играть игру мозга тут вилка вопрос вилка в шахматы все же играют да и понимают доход вилка да либо эту фигуру съесть либо эту да то есть та же самая ситуация и здесь либо ты заходишь в стыд быть страх быть богатым либо в стыд быть бедным понимаешь ситуацию потому что если богатые и плохие и все хорошие удивительные прекрасные то почему ты не богат тогда и тут можно наковырять очень много своих травм почему это происходит почему я запрещаю себе деньги и как только наковырять почему я себе их запрещаю в стыде в своем да очень много разных аспектов там происходит правда очень много разных у каждого человека по своим но все это приходит стыду быть богатым, потому что то окружение, которое находится вокруг тебя, оно привыкло видеть тебя таким, и оно дружит с тобой, и ты хороший для них, пока ты такой. Как только ты начинаешь подниматься вверх, согласно своей идее и желаниям, ты должен быть готов, должен быть готов к тому, что ты можешь остаться на какое-то время один, потому что там тебя будут распинать. Понимаешь, да? Ну, давай, к примеру, представим ситуацию. Я вот всегда говорю, я больше девушками веду прямые эфиры, да? Давай представим ситуацию. У тебя же есть одноклассник? Есть. Да, у вас же бывают вечера одноклассников? У нас бывают. Бывают. Весна такой, Андрей, красавец такой, да, в костюме от Бриони, да, там, на Мерседесе СЛС, да, подъезжает на встречу одноклассников. Тебе будет там комфортно? Думаю, что нет. Нет. Потому что костюм от Бриони стоит больше годовой зарплаты половины этих одноклассников. Понимаешь, да? Это вот и называется суть быть богатым. Потому что ты тебя будешь чувствовать некомфортно, и это будет тебя сжимать. Я не такой, как они. А если я не такой, как они, я богатый, и в их глазах я тварь, сволочь и гад. Либо им что-то от меня надо. Всегда найдется пару таких человек, которые скажут, давай поставим там автомойку в лесу, и будем мыть проходящие джипы, которые едут на охоту. У меня есть бизнес-план, я тут на коленке посчитал. Давай сделаем, Андрюха. Без этого никак, да? То есть надо помочь друзьям. Это обязательная задача богатого человека, помочь всем, всему миру. Понимаешь? Ты понимаешь своим мозгом, что это глупость. Но из своей вот этой доброты, чтобы показаться, что ты хороший, начинаешь гружаться вот в эти ситуации. И тем самым закрывая от себя деньги на движение своих желаний. Понимаешь, да? И вот эта программа, четыре программы, так называется, такой этот, денежный крест. Радина, завистник, никчемыш и тщеславец. То есть тщеславец, это стыд быть бедным, я его так называю, да? Потому что тщеславие – это смертный грех, так называемый, да? Наша задача – простить себя в этих грехах. Простить себя, разрешить себе быть тем, кем ты хочешь. И когда ты «я есть», понимаешь, да, то есть возлюби ближнего своего, как самого себя. Когда ты начинаешь любить самого себя, ты полюбишь любого человека. И да, ты ему можешь посочувствовать, да, ты ему можешь помочь, но только из своего желания. Сказать, да на тебе просто денег, иди сделай себе сам что-нибудь. Потом будут деньги, отдашь захочешь, только не приставай ко мне с этими идеями. Ты можешь четко сказать, что у тебя на это нет времени, но у тебя есть деньги, если тебе нужно, на. Ты понимаешь, что ты их просто подарил. Но тебя это не беспокоит, потому что ты знаешь, что у тебя есть идея о себе, идея о своей семье и идея о карьере своей, да, о приходе денег на твои желания. Понимаешь? И ты тогда входишь в жизнь. Ты убираешь огромнейшее, колоссальнейшее количество мыльных пузырей, идеализации, иллюзий, которые человек выстраивает вокруг себя. И каждый пузырик в отдельности – это страх, это обида, это ярость, это гнев, это месть. То есть куда человек направляет свою энергию, он то и проживает, он то и получает. Потому что деньги – это вектор времени. И когда человек в добивании, в бароне и стремлении, он всегда попадает в четвертую игру. Самую удивительную, вот тут как раз то, о чем мы хотели поговорить. В большом беспокойстве человек что хочет сделать? Вырваться из беспокойства – это успокоиться. Ну да. Но первый закон Вселенной говорит о том, что все есть энергия. Все есть движение энергии. И успокоиться – это то же самое, что добиваться. Успокоить себя. Как можно успокоить себя? Застрелить. Или выбрать себе болезнь и начинать этим беспокойством эту болезнь кормить. Это новый виток игры. Потому что мозг всегда… Ты же врач, ты же прекрасно понимаешь, что в мозгах главная задача – это выработка алгоритмов. Правильно же, да? Абсолютно, да. И какой алгоритм детства заложен в человеке? В каждом человеке. Нет ни одного человека, у кого в комбо этот алгоритм не был бы заложен. Самосохранение. Вот вспомни, как ты прогуливал математику, которую урок не хотел сделать, не сделал, да, и завтра контрольно, а тебе не нужно на нее идти. Что ты делал тогда? Болел. Болел, да, 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 болел. Болел. Когда не хочешь идти в садик, ребенок что делает? Температуру себе зарабатывает. Она сама приходит, странно. И тогда ты лежишь, тебе подушечку подложили, одеялко мукрыли, кашки тепленькие. Мама дома никуда не пошла. Какое счастье, слава тебе, Господи. Ну и пофигу, что тебя там потрясет пару дней, да? И мозг выбирает этот алгоритм. Только человек начинает выбирать себе болезнь. То есть любая болезнь – это повод скрыться от чего-то. это и есть ошибка. Потому что тот же Иисус, когда исцелял, да? Помнишь, какие слова Он всегда говорил? Иди, ибо вера твоя спасла тебя. Когда человек верит, что он не болеет, а выздоравливает, происходит феномен исцеления. Я это знаю не понаслышке. Вот ты мне скажи, пожалуйста, Андрей, ты же врач, ну, хоть и зубами занимаешься, но все равно у тебя полное же медицинское образование. Абсолютно, да. Скажи, пожалуйста, циррозом печени четвертой степени сколько людей процент выживает? А циррозом печени? Я думал, что никто. Да? Я всем показываю эту корочку. Пенсионное удостоверение. Ну, окей, да. Видишь, какой красивый был. 185 килограммов весом. Ага. Тут написано. Пенсия назначена по инвалидности третьей группе по случаю потери, кто там дальше, в соответствии со статьей 8.1 закона Российской Федерации о государственном пенсионном обеспечении граждан. Так. Угу. У меня было как положено. Я просто попросил комиссию, чтобы мне не поставили вторую группу, а поставили третью. Потому что в первый раз я пришел на ВКК, да, то есть там мне сказали, вам вторая группа, я говорю, нет, давайте третью хотя бы, чтобы можно было там, ну, как-то устроиться. А потом, когда я принес эту книжку домой, там, обратите внимание, там одна печать стоит. Да. Жена сказала, ты что, говорит, совсем сумелся? Ты зачем себе это спрогнозировал? Ты что, помереть хочешь? Угу. И тогда я эту книжку просто бросил, вот она у меня лежит вот здесь в столе, да, то есть, ну, как напоминание, как напоминал. И я пошел, я перестроил свое понимание в бытие. Я болею, я выздоравливаю. Я пошел к врачам, я не говорю, что я решил это без врачей. Нет, это глупость. Я чистил печень, я занимался там всякими практиками, чем я только занимался. За полтора года у меня печень в принципе в нормальное соответствие. Я сбросил 55 килограмм веса. Я думаю, это невозможно. Вот он, живой. Вот он, живой. Теперь я понимаю. Мне друзья врачи сказали про это. Очень интересную историю. Говорит, ты, говорит, пора тебе уже ездить на грязи. Я говорю, зачем? Ну, говорит, как, к земле привыкать? Угу. Ну, так, по-дружески, знаешь. Врачи же они умеют. И сдержки профессии, наверное. Да, и сдержки профессии. Саркад. Поэтому, поэтому, я, когда я шел к этому выздоровлению, там есть тоже свои этапы. Этапы осознания. И первый этап осознания, чтобы выйти из этой каши, да, здоровья, нужно вначале достать себя из диагноза. Потому что 90% случаев, когда человеку говорят, у тебя рак, у тебя там цирроз, у тебя это, у тебя это, у тебя это, человек проваливается в боль. Сразу, мгновенно. Он там остается, он умирает. Уже умирает. Прямо там. Потому что, был такой интересный случай, Хаммер о нем, по-моему, рассказывал, что девушка купила папе обследование. Папе 80 лет. Или 75, или 80. И папе говорят, что у него рак простаты. И девочка, ну, как бы там задержалась немножко, приходит, папы нету врача. Начинает искать его по больнице, он под лестницей сидит и плачет. Через полгода папа умер от рака легких. Страх смерти. Это как раз вот достань себя из диагноза. Когда человек приводит себя в адекват и понимает, что у него есть два варианта. Либо бороться и проиграть с болезнью. Либо начать понимать, что поздравляю, у тебя рак. Или боль, как любящая часть тебя. У меня так книга будет называться. Потому что рак, любое раковое заболевание, если посмотреть туда глубже, ну, в принципе, да, то есть мы берем уже как бы уже конец биологическим программам, да, то есть биологически, то есть это разрешение биологической программы. То есть программа разрешилась. Ну, как это интересно происходит. Вот идет энергий поток, да, давай, то есть мы все, все есть энергия, да, каждая клетка – это энергия. И мы соединены сгусток энергии, да, то есть сгусток клеток, да, вот это биомашина, да, подкрепленная бета-картикальной системой, которая двигается, да, и вырабатывает ощущения и чувства. И когда эта бета-картикальная система берет полностью угловенствование над телом, да, то у человека забирается самое главное – ощущения и чувства. Потому что чувства, ощущения – это нейропептиды, а чувства – это гормоны. Нейропептиды вырабатываются в позвоночнике. Гормоны там в нескольких щитовидных железах, да, то есть в нескольких железах, скажем так, поджелудочная, щитовидная, там, герночковая и прочее, да, то есть они начинают крутиться. Они даже сделаны под часовой стрелой, понимаешь, да, то есть они раскручивают. А когда есть статор и ротор, человек начинает вырабатывать энергию. И энергия, положенная на мысль, создает сотворение. Сначала было слово, и слово было Богом. И каждым словом человек сотворяет свою реальность. И в этом сотворении происходит все. Но когда человек обижается, что происходит? Стыд, стыд, нет. Да? Он зажимает этот поток энергии. Понимаешь, да? Он не дает возможности этой энергии сюда двигаться. Она потыркалась, потыркалась и начинает расширяться. Пухнуть. Зло – качественная опухоль. Опухоль – качество зла. Понимаешь, какая ситуация? И когда происходит расширение, это то, что пухло начинает выходить. И орган не всегда справляется с переработкой этого качества зла, который человек в себе, что все хреново, все козлы, все сволочи, вот это вот все, понимаешь, да? И орган не справляется. И тогда наша великая лимфатическая система начинает это растаскивать по всему организму, чтобы человек справился. Но здесь очень важный момент, который очень важно учесть. Что? Если программа разрешилась, ты ее сам разрешил. То есть ты разрешил себе какое-то действие. Человек себе действие разрешает. этот чирик, грубо говоря, раскрывается, да? Гной начинает выходить. И этот овцесс, чтобы переработать, нужно двигаться не в болезнь, а в то, что ты себе разрешил. Тогда появляется энергия для того, чтобы это переработать в тебе. Понимаешь, какая ситуация? Потому что, когда происходит рак, организм даже не включает иммунную систему. Для него программа, это разрешилась биологическая программа. Это должно удалиться из тела. Путем воспаления, путем еще каких-то моментов, путем боли, да? И медицина здесь в помощь. Как раз для этого медицина и в помощь. Химиотерапия, облучение, прочие моменты. Да, это там операции какие-то, да, то есть какую-то часть просто вырезать, чтобы организм дальше разрешил. Но если человек на уровне только медицины это будет делать, то гарантия того, что он снова какую-нибудь программу не откроет? Никакой. Потому что к какому-то определенному этапу жизни эти программы начинают разрешаться. мудрость приходит человеку. С болью приходит мудрость. Что в выживании, что в жизни, понимаешь? Без разницы. И здесь как раз все, что ты заработал в течение своей жизни, оно просто открывается и выходит. И география в теле, она обширная. Я вот сейчас, в данный момент, уже у меня вышел первый кейс. Это достань себя из диагноза. Второй кейс, я здоровый. То есть кейс медитативных практик для осознания того, что это за болезнь. Почему это с тобой произошло? Чтобы человек покаялся и раскаялся. Потому что покаяние – это осознание, что произошло, где ты обиделся. А раскаяние – это прощение самого себя. Потому что очень важная ситуация, почему такой большой процент потери людей в онкозаболевании. По одной простой причине, что мы привыкли, так миром принято, прощать других людей. Понимаешь, какая ситуация? Но это только одна часть алгоритма. Вторая часть – это простить себя. Но люди об этом забывают. А что себя-то прощать? Мы же привыкли к себя во всем винить. Зачем себя прощать? И вот эта вот вина как раз и создает эту злокачественную опухоль. Перестать себя винить. Это просто произошло. Это просто ошибка. Это просто есть. Это уже есть. Потому что когда человек начинает себя винить, он начинает себя оправдывать. Как только человек начинает оправдывать себя, он начинает врать самому себе. И он дальше и дальше, больше и больше погружается в систему выживания. И этот круг замыкается и снова, и снова, и снова. Иисус хорошо сказал. И прости нам долги наши, якоже мы прощаем должников наших. И не веди нас в искушение. Это оправдывать самого себя. Потому что когда ты оправдываешь самого себя, приходит демон. Ты отделяешься, чтобы, не дай Бог, не узнали правду люди. От того, от кого ты сам бежишь. И тогда приходит лукавый. Вранье. Потому что лукавый, еще его называют демон. Д это разделение, делить, декарта, демография, демагогика. Понимаешь, да? Демократия, в конце концов. Это тоже разделение. А лукмона, это единица. Деление единого. Единого поля сознания, что ты есть просто цвет от света, Бога истина от Бога истины. А искушение, это каждый раз выбор. Каждую секунду твоего времени ты по праву своей свободной воли выбираешь новый опыт своего проживания. И что у тебя в этом опыте будет? Это все зависит только от твоей веры. А вера рождается из тех сценариев, которые тебе заложены были. И вот здесь как раз самый главный момент очень интересный. Осознать, какие сценарии в тебе заложены. Потому что сценарии, которые есть тебе, ты думаешь, они твои, они не твои. И пришло время собрать свои сценарии. Это как раз и есть идея о себе. Выработать свой контекст, своего внутреннего мира и своего внутреннего проживания. А вот прости, перебью, в отношении сценариев, которые нам заложены. Кто их нам закладывает? Вот у меня есть предположение, но вот интересно, вот интересно, что думают подписчики. Давай немножко с ними пообщаемся. Вот как вы думаете, как вы думаете, сценарии, которые у нас есть, некие жизненные сценарии, они кем у нас закладываются? Давайте, а мы, Гар, сейчас как раз-таки озвучим ваше мнение и услышим все же профессиональную точку зрения на этот счет. Она ни в коем случае не профессиональная. Я имею в виду тебя как профессионала в этом вопросе. Понятно. Я не профессионал в этом вопросе. Я проживатель этих вопросов. Понимаешь, какая ситуация? Да, да, да. Смотри, сразу варианты ответов. Мама и папа, родителями, предками, родовые, родителями. То есть все вот говорят о родителях. Правы наши подписчики? Я просто хочу, чтобы они тебя правильно понимали. Потому что ты говоришь, ну, ультра, мега глубокие вещи. То есть я вот за весь эфир, который у нас уже идет больше 40 минут, просто не смею тебя перебивать. Почему? Потому что я именно углубляюсь вот в ту идею, которую ты несешь. И я осознаю ее важность в принципе в мире здоровья вот в целом. В итоге. Поэтому спасибо тебе большое вот за такой глубокий, прежде всего, анализ внутреннего мира, который актуален, я думаю, абсолютно для каждого. Поэтому это класс. Смотри, а вот есть мнение карма. Говорят, что у нас есть карма. Что такое карма? Я не знаю. Карма. Красивое слово. Карма. Красивое, да. Тут еще слова из трех букв не хватает. Б, Л и Я. Ну, всегда говорят. Да, карма, блин. Да, да, да. Понимаешь, какая ситуация? Карма. Это здорово. А что такое карма? Есть сад карма, есть карма. Да? Карма выстраивается и сад карма выстраивается из праны. Прана – это жизненная сила. И жизненная сила как раз дает возможность тебе двигаться вперед, сотворять себя, свое тело, сотворять весь мир вокруг себя самого, да? Карма – это немножко другое. Это индийское название. Давай мы ее по-другому назовем. Да? Это путь. Путь твоей световой личности на протяжении очень долгих жизней. И когда этот путь ты проживаешь, тебя отправили именно в этот род. То есть ты сам выбрал именно этот опыт для своего проживания, чтобы прожить так называемый свой новый путь в этом теле, в этой родовой системе. Но вот сценарии как раз вырабатываются из родовой системы. Почему? Потому что все сценарии, которые человек получает, до четырех лет он получает сорок процентов всех сценариев своей жизни. И он получает их от папы, от мамы, от дедушки, от бабушки до четырех лет, от нянь, то есть вот именно с тем, с кем он взаимодействует. Что-то он принимает и отождествляется, а что-то нет. Его задачи как раз здесь не создавать сценарии, в четыре года он еще и говорить-то не может. А он просто отождествляется с чужими сценариями. Деньги это плохо, деньги это зло, да, то есть все богатые сволочи, какие еще программы, да, там, да, то есть я тоже хочу яблочек, но денежек только на водочку, да, то есть очень частые сценарии, да, ты очень много хочешь, мало получишь, ты что-то сильно раскатился, закатай губу, вот сюда публицу пришей, да, то есть сколько этих сценариев, напишите, какие у вас, ваши сценарии, дорогие люди, кто здесь, кто сейчас данный момент здесь находится, вы удивитесь, сколько их, потом до 9 лет человек получает 80% сценариев, то есть закрывается первый цикл проживания, первая девятка, потому что в первой девятке человек рождается в триединстве, это внутренний ребенок, это первый до 3 лет, это фекальный период так называемый, да, то есть безусловной любви его еще называют, ребенок писит, закакается до 3 лет, ты же мой сладенький, ты же мой любименький, 4 года, с 4 до 6 лет, ребенок это внутренний родитель, он всегда говорит, я сам, я сам буду делать, я сам буду мыть, да, я сам такой называемый, да, это рождение внутреннего родителя, из 6 до 9 лет, когда ребенок начинает знакомиться со своим телом, начинаются периоды первой мастурбации, начинаются всевозможные моменты, это как раз взрослая часть рождается, могу, понимаешь, и тогда рождается 80% сценария в человеке, то есть он, опять же, ребенок до 9 лет не может придумать себе свои проживания, он отождествляется, потому что над ним очень большая доминанта родителей, очень, и там рождается самое главное, это поиск любви, поиск похвалы, потому что ребенок превращает любовь, осознание любви, похвалу, у меня была девочка, ей было, по-моему, 13 лет, ее перевели в другую школу, ее начали чморить учителя, ну, потому что, как бы, школа элитная, а девочка там из работы окраины перевелась, она просто очень умная, ей хотелось получить хорошее образование, ну, и прочее, 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 но у нас же все, ну, как бы, по-своему думают по этому поводу, да, и ее начали просто сливать учителя, и девочке было больно, она говорит, я знаю этот предмет, а мне ставят тройки, я прошу их пересдать, ну, то есть, знаешь, как ребенку просто от несправедливости стало больно, и она ей больно, ее в том трясло, она была у меня в консультации, и мы когда, в процессе консультации был такой удивительный момент, она говорит, я люблю свою маму, я говорю, понимаешь, какая ситуация, вот в этом состоянии, в котором ты сейчас находишься, любить маму невозможно, ну, потому что любви нет в тебе, в самой, ну, тебе очень больно, в боли нет любви, любовь, это немножко другое состояние, да, она говорит, почему вы обесцениваете мою любовь к маме, я говорю, Лизонька, добрая душа, я именно это и делаю, я обесцениваю твою любовь к маме, по одной простой причине, что любовь, это состояние бесценности, у любви нет цены, потому что, как только у любви есть цена, это по их похвалы, понимаешь, какая ситуация, любят не за что-то, а несмотря ни на что, что толку, что вы любите близких своих, любите ненавидящих вас, гонящих вас, проклинающих вас, и когда в любви, любовь есть в человеке, вот хорошее выражение у Иисуса есть, когда тебя ударили по щеке, ты поставь другую, все думают, что тебе должны морду набить, если ты добрый, как раз, о чем он говорит-то, это очень глубокая мысль, и правда очень глубокая, я очень долго думал по этому поводу, что когда ты находишься в любви, любовь растворяет агрессию изначально, когда ты находишься в любви, тебя не смогут ударить по щеке, а если тебя удалили по щеке, ты не любишь, ты играешь в любовь, ты играешь в духовность в этот момент, и тогда, чтобы тебе вытыхнуть из башки вот эту вот глупость, поставь еще другую щеку, чтобы тебе выбили ее уже из башки наконец-то, и дали возможность просто полюбить самого себя, потому что игра в любовь, игра в духовность и любовь, это разные вещи, потому что мозг наш быстро научается играм, ты знаешь, я столько видел духовных людей в своей жизни, вот там, ну это правда, это смешно пожрать, ну вот яркий пример такой, один из ярких примеров такой духовности, их можно перечислять, час сидеть вот здесь, у меня была девушка одна, удивительная девушка, и очень любил муж, ну правда, очень любил, правда, жену свою, ну правда ее любил, и он построил ее господи, метров 400 квадратных, ну по деньгам, я быстро считаю, потому что у меня одно из образований строительное, то есть я примерно представил, то есть, ну там было вложено в эту студию, ну, 1600 долларов, ну грубо говоря, то есть там дубовые полы, красные дубы, ну то есть там окна хорошие, дорогие, ну то есть все сделано прямо, мебель хорошая, там все инструменты, то есть все сделано в идеале, представляешь, что 400 квадратов делать очень дорого и богато, но ее духовный гуру сказал, этой доброй девушке, то если она будет заниматься сексом с мужем, то этот каждый секс будет забирать год жизни у мужа, вот это называется духовная ересь, по-другому это назвать, ну просто нельзя, потому что, ну кроме улыбки, это ничего вызвать не может, да, как ты думаешь, чем закончилась эта история, они развелись, потому что, ну какой нормальный, здоровый мужик, да, даже просто подарив женщине такой момент, ну как, а взамен ему просто закрылся секс в доме, а где он его будет искать, он здоровый мужик, если он не будет заниматься сексом, у него будут простаты в конце концов, и вот таких вот историй, я тебе скажу, миллионы, вот этих вот духовностей, когда парень сидит, медитирует, жена к нему подходит, говорит, надо там сапоги купить, ребенку покушать, там, и одежду, он говорит, иди, сама придумай, я тут это, для меня это, ну мелкие вопросы, я не понимаю, я пойду сейчас помедитирую, ну глупость, и таких глупостей тоже, это называется духовные ошибки, вот как раз вот это Иисус и говорил, когда тебя ударят по щеке, поставь другого, это не любовь, это имитация любовь, это секс резиновой женщины, грубо говоря, в духовности, потому что, когда ты живешь, ты просто живешь, ты любишь все, что вокруг происходит, но ты четко и ясно понимаешь, у тебя есть твоя идея, в этой жизни, мы все живем в жизни, мы живем в материальном, и если посмотреть, что, что говорил Иисус, а ему, я думаю, можно верить, парень классный, он столько интересной мудрости принял, да, в мир, так вот он хорошо сказал, что никто не благ, кроме Бога единого, да, то есть, имя Бога, это благо, Мухаммед принес имя Бога Аллах, а Иисус принес имя Бога благо, просто все как-то забыли об этом послушать, это в Евангелии написано, во всех причем, канонических Евангелиях, и тогда, если послушать его великие слова, великой молитвы, да, Отец Наш Небесный, живущий на небе, это же Он принес имя Бога, досветится имя Твое, то есть, а если по-другому почитать эту ситуацию, да, Отец Наш Небесный, живущий на небесах, досветится благо на земле, и каждый человек пришел, Он забрал все страдания, и каждый человек пришел сюда жить во благо, во имя Бога, но мы даже благодарим им всегда говорим, когда на самом деле, мне бы хотелось вот именно на этом, подходить на завершение, потому что время у нас прямого эфира истекает, а поверь мне, мои подписчики мне не простят, если я этот эфир не сохраню, потому что я уверен, что все они пересмотрят его еще раз, потому что те вещи, о которых ты говоришь, просто они, на самом деле они судьбоносны, я в этом нисколько не сомневаюсь, и они будут нести очень важное значение для каждого человека. Ингарь, большое тебе спасибо за проведенный эфир, и в качестве прощания, вот дай, пожалуйста, какой-то совет людям, на чем сконцентрироваться сейчас, в связи с той ситуацией, которая в мире происходит, в связи с тем страхом, который возникает в душе каждого человека, в связи вот ситуации с коронавирусом, вот буквально вот пару слов, то есть на что, на чем акцентироваться, то есть как жить сейчас. Во-первых, у меня в сторис, я тебя, Андрей, попрошу своим подписчикам, у меня, я сделал удивительный процесс, мы медитируем этим процессом, уже вот две недели отмедитировали, и в воскресенье в 9 утра мы будем снова это делать. Медитация называется «За мир, за любовь, за здоровье». Я отдаю ее всем бесплатно, безоплатно, но еще тем, кто берет эту медитацию, я дарю в дар книгу свою, «Размышления дурака». Вот эту вот книгу, вот эту книгу, только она будет в аудиоверсии, то есть на ссылке, там можно ее скачать в аудиокнигу, это раз. Во-вторых, 25 апреля у меня будет тренинг, именно тренинг, сейчас до 12 апреля у меня 20-ти процентная скидка на все продукты, которые есть на сайте, именно на медитации, на тренинги и прочее, прочее, прочее. Вот этот тренинг как раз будет, как ты говоришь, судьбоносный, да, то есть это, ну, наверное, все мои проживания, 4 основных аспекта создания жизни. Создать я, создать внутреннего родителя для самого себя, то есть чтобы проявилось это я. Я вправь и нас, проявь, исправь явь, то есть проявить, были, вжили, да, осознать, как это происходит. Второй момент, мы будем создавать идею вот о себе, о карьере, о себе, о семье и о карьере. Потом мы будем понимать, как создавать желание, и следующий этап, мы уже пойдем как раз в этот крест программы, да, как крест бедности. Это жадина зависнет, ни к чему же тщеславит. То есть это тоже, там будет, этот тренинг будет идти в 8 часов. Цена этого тренинга 2,5 тысячи, 20% скидка, сейчас это стоит 2 тысячи рублей. 8 часов осознания, плюс ко всему прочему, это придет запись к вам. То есть у вас останется в записи, там будет 4 удивительных медитации, 4 больших, огромных процесса, именно на осознание всего этого. Поэтому, дорогие друзья, кому есть желание все-таки вот сейчас вот в эпоху вот этого коронавируса осознать, как, что либо мы играем в свою жизнь, либо жизнь играет в нас. И вот здесь выберите себе, что вы хотите. Эдгар, супер. Спасибо тебе большое. Это было ультра круто, ультра интересно. Безусловно, я думаю, что мы все присоединимся к тебе и будем вместе дальше проживать нашу жизнь. Спасибо тебе большое. А ссылку на медитацию, Андрей, я тебе скину, если не трудно, раздай всем подписчикам. И еще, все вопросы, которые ко мне задавали вот сейчас, вот здесь, я вижу много вопросов, вы просто не успели ответить на них. Пишите, пожалуйста, мне в директ. Я отвечаю на все вопросы в директ, всегда отвечаю. Поэтому, не так быстро, может быть, но я отвечу на каждый вопрос, который вы дадите в директ. Супер. Спасибо большое, Эдгар. Все, хорошего дня. До свидания, Андрей. Счастливо. Взаимно. Пока. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова